Здравствуйте, дорогие друзья, с вами программа Фокус на человека. Сегодня у нас есть возможность поговорить с настоящим бизнес-коучем, который может рассказать вам о том и расскажет обязательно, как можно начать свое дело. Я вам представляю нашего сегодняшнего гостя. Это Наталья Комарова. Здравствуйте, Наталья. Мастер-коуч ассоциации ICTA, второй ступени, психолог и тренер. И Наталья работает как раз в том направлении, в котором мы сегодня и собираемся разговаривать. И первый вопрос к вам, Наталья, как раз. Для меня это было очень важно, когда мы с вами предварительно разговаривали о нашей встрече. Для меня было удивительно услышать, что оказывается начать свой бизнес и начать работать на себя — это не одно и то же. Давайте прямо отсюда попробуем начать. Да, добрый день еще раз, Наталья. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые телезрители. Да, вы все правильно сказали, что работать на себя и бизнес — это совсем разные вещи. Потому что, когда ты работаешь на себя, в первую очередь ты один, потому что ты отвечаешь за все процессы. Это и маркетолог, ты сам себе руководитель, ты сам себе менеджер по продажам. То есть весь спектр обязанностей ты берешь на себя. И все 100% ответственности также лежат на тебе. Что касается бизнеса, когда обычно как это начинается? Человек начинает работать на себя, а потом расширяется и переходит уже в ту сферу, которая как раз таки и называется бизнесом. То есть когда он может нанимать себе команду людей и уже делегировать какие-то обязанности. То есть когда человек работает на себя, здесь нужно понимать, что ты не можешь болеть. То есть ты не можешь, получается, брать отпуск, потому что ты всецело работаешь и отдаешь себя этому делу. То есть работаешь 2-4 на 7. Когда ты же все-таки уже в бизнесе, ты понимаешь, что ты сейчас можешь действительно съесть отдохнуть или заниматься какими-то более стратегическими вещами, именно планирование и разработка каких-то планов в плане развития своего бизнеса. И ты можешь на кого-то надеяться. Вот здесь нужно обязательно четко разграничивать. Но что хочу сказать, не нужно этого слова, так сказать, понимания, понятия бояться, потому что... Какого именно? Что бизнес — это все. Не буду больше работать, ну, стараться, потому что бизнес — это вау, как круто, ну, очень масштабно, очень затратно. Нет, потому что обычно, когда человек работает, ну, пусть обычно же переходит с найма, когда человек работает в найме, он переходит, работает на себя и делает это сначала, изначально один. Но этот промежуток времени нужно пройти, да, он непростой. И когда уже все процессы налажены, когда уже весь механизм поставлен на рельсы, об этом можно думать о расширении в дальнейшем, как раз-таки о планировании уже более масштабно бизнеса. Хорошо, давайте тогда вот с самого начала, да, допустим, есть человек, у которого хороший опыт работы в той сфере, в которой он просто как рыба в воде плавает, да, понимание того, что не хватает воздуха, как будто хочется уже больше реализации, да, ну, то есть речь идет уже о том, чтобы как-то вот мыслить, что начать свое дело, но при этом ничего не происходит. Вот что это, страх, я не знаю, сопротивление, какие-то убеждения мешают, что человеку мешает вот перейти, вот этот вот сделать шаг, перейти из найма в работу на себя? Только ли отсутствие знаний? Хороший вопрос, Наталья. На самом деле, часто все сталкиваются, наверное, даже все сталкиваются с этой проблемой, такой задачей, я бы сказала даже. И когда человек работает в найме, у него складывается один склад ума, мышления, то есть все равно как бы он в системе, он такой шпунтик от большого механизма, и, как я сказала ранее, действительно, он на больничном тоже, механизм работает. Есть возможность поболеть, отдохнуть, съездить в отпуск, не думая во время отпуска о том, что там с твоей работой сейчас происходит. Да, все верно, правильно говорите. Что касается возможности перейти, именно с найма в работу на себя, здесь очень много страхов, конечно, возникает, потому что страхи, препятствия какие-то, сопротивление внутреннее, здесь борьба начинается, потому что когда человек работает в найме, все равно есть определенный уже склад стабильности, я бы сказала, гарантия, гарантия, да, то есть, в принципе, зарплату ты получишь, месяц отработаешь, есть какие-то уже ты обязанности, которые ты выполняешь изо дня в день, ты к этому привык, то есть наше сознание, наша психика к этому привыкла, и мышление тоже уже сформировано. Что касается, когда ты в работу на себя уходишь, почему здесь появляется страх? Потому что здесь полная неизвестность. Что будет там, за пределами этой зоны комфортно, они не знают. Да, они наслышаны, да, они получили знания, да, они получили инструменты, вроде бы есть поддержка близких, например, друзей, но этого недостаточно, потому что есть такой, как по психологии даже, внутренний конфликт, который и мешает это. И, а знаете, почему мешает? Все-таки в нас сидит внутренний ребенок маленький, да, и у него есть какая-то подребность, то есть безопасность в первую очередь. Когда человек работает в найме, он все равно эту безопасность чувствует. И здесь этой безопасности, ну, никто гарантировать не может, правильно? Получится у тебя сразу доход через месяц, через полгода, через год. Никто не даст гарантии. У всех стартап, как говорится, бэкграунд разный. И вот, и здесь обязательно, что я посоветую, как вообще побороть этот страх, например, это понять, что, в принципе, все это начинают, это раз, и выстроить себе внутренний опору. То есть, когда работа в найме, есть внешние опоры, это коллектив, это все-таки стабильная компания, это заработная плата, то есть вот эти внешние опоры есть. Сейчас как бы эти опоры встираются, но не факт, что эта внутренняя опора была именно у человека в найме. Поэтому эту внутреннюю опору нужно в себе взращивать, развивать. Потому что это классный, колоссальный психологический навык, который поможет в жизни в любых ситуациях. И вот здесь нужно с этим, конечно, работать, и работать колоссально над собой. И если что-то даже не получается, наверное, сразу забегу вперед, Наталья, да, важно как бы не отступать от этого и делать какие-то маленькие шаги, чтобы результат уже можно было, например, посчитать. То есть не полностью, например, вот сейчас у меня есть глобальная какая-то миссия, цель, и я иду к ней. Нет, не обязательно. Потому что она, возможно, не сразу достигнется через какое-то определенное время. Она должна быть. Но обязательно нужно ставить тактические такие шаги, которые как раз-таки и помогают человеку вот эту внутреннюю опору взращивать, что он молодец, что вот он вообще решился перейти вот именно из найма в работу на себя. Смотрите, правильно ли я понимаю, что вот эту работу над собой нужно совершать до того, как ты сделал первый шаг? То есть вот эта внутренняя опора должна быть минимальная хотя бы. Она должна быть до того, как ты сделал первый шаг и ушел из найма в свое собственное дело, в свою работу на себя. Вы говорите о том, что нужно побороть свой страх. Вот для меня эта история про то, что надо его не побороть, а понять, в чем он. Как будто бы я про это слышу. И если я слышу прям конкретные ответы внутри себя, что я боюсь брать кредит, что я не смогу его выплатить. Я боюсь, что если у меня ничего не получится, то меня уже не возьмут в то место, из которого я ушла, и я останусь без работы. Я боюсь, что меня перестанут поддерживать мои близкие, когда увидят, что у меня ничего не получается. То есть вот таких страхов может набраться достаточно много. И они все, каждый из них препятствие на том пути, который ведет к себе. Вот. И как их побороть? С ними, наверное, проще разобраться как-то. Да, вы все правильно говорите. Бороться, ну как бы это мы будем бороться с ветруной мельницей, это невозможно. Нужно с собой подружиться. Подружиться. Подружиться с этими страхами, потому что они не беспочвены. Скорее всего, что-то за ними стоит. Какая-то ситуация уже из опыта, да? Да, да, да. Возможно, вообще, если переходить в психологию и куда-то в далекое детство, какая-то детская травма, которая сейчас оказывает сильное влияние на человека. И поэтому, вы правильно говорите, что нужно с этим работать и смотреть. То есть не бояться его, не скрывать, ну как бы прятаться от него, да, а наоборот посмотреть ему в лицо. Говорят же, классное выражение, если тебе страшно, смотри в ту сторону. Да, смотри в ту сторону и иди, там твой рост. Это на самом деле классная метафора, и он классно работает. Поэтому иногда просто ведь оцепеняет вообще сильно, что ты действительно боишься, боишься сделать шаг. И если человек сам не справляется, то есть очень много специалистов, которые помогут. И это не стыдно, это на самом деле нормально. Это психологическая забота о себе в первую очередь, о психологическом здоровье. Когда ты не справляешься, и чаще всего человек не справляется, потому что он всецело погружен в эту ситуацию эмоционально, и поэтому ему тяжело здраво мыслить. такой взгляд со стороны. Со стороны, да. И классно как раз вырабатывать такую позицию наблюдателя, посмотреть себя со стороны. А как же я бы поступил на месте, например, вот себя, ну, человека, другого. И хорошо бы разобраться и подойти специалисту, психологу, если есть какая-то травма, если какие-то бизнес-процессы связаны с мышлением, то, конечно, коучу, если еще психотерапевту, другим специалистам, которые правда помогут. Ты потратишь на многом меньше времени, разбираясь сам собой, копаясь в себе, потому что можно закопаться на самом деле глубоко и надолго, чем, например, специалистам, которые в этом понимают. Кстати, в этой ситуации можно, наверное, рекомендовать, есть такая модальность краткосрочно решающая терапия, которая как раз нацелена на то, что за 3-4 сеанса работы с психологом воспользуют, ну, это похоже на когнитивно-поведенческую терапию, только еще более сжатые сроки, с помощью бэкграунда, который уже человек и есть, выискивают стратегии победы, что ли, успеха, стратегии успеха, что у тебя получилось в жизни до этого, и как ты к этому пришел. По-моему, это тоже хороший вариант. И вот еще хотела сказать по поводу того, что когда человек работает в найме, и он уже чувствует себя специалистом, нужно, мне кажется, еще важно понимать, твое это на самом деле, или влияние какого-то твоего сообщества, соцсетей, дружеского общения, где говорят, да тебе давно уже пора, ты уже созрел, и мы как бы поддаемся влиянию вот этому, и начинаем думать, а может быть, действительно пора, может быть, действительно, а где гарантия, что действительно так, Вот это вот важный момент, услышать себя в этой ситуации, именно себя. Да, все верно, окружение очень сильно на нас влияет, особенно сейчас очень много соцсетей, и волей-неволей ты смотришь на других, и иногда даже сравниваешь себя. И здесь, конечно, важно определить, что твое это не твое, как это сделать. Определить, это очень должен быть хороший контакт с самим собой, умение слышать себя, и, конечно, психология, коучинг в помощь. Если, знаете, классно помогает определить, на самом деле, как услышать себя, это задать себе вопрос. Если вы определились, например, со сферой определенной, задать себе вопрос, а буду ли я заниматься этим даже бесплатно? Если ответ «да», то я вам точно говорю, что это ваше призвание, вам стоит этим заниматься. Потому что, как правильно говорят, переход, и знаемый в работу на себя, он требует полноценной отдачи, полноценной работы, то есть какое-то время, возможно, даже 2-4 на 7. А у меня еще, знаете, какой тестовый вопрос, когда вы создавали свой, я придумал, ну, как бы, у меня внутри свой родился. Что будет? Будешь ли ты счастлив или достаточно спокоен, если ты так и не решишься, и не попробуешь, и не пойдешь туда, куда ты думаешь идти, да? И вот если вот внутреннее сопротивление рождать «нет, нет, я хочу, я хочу попробовать», то, значит, надо, да? У меня прям даже мурашки, мне кажется, хороший тестовый вопрос. Хорошо, дальше идем. Допустим, мы все-таки нашли контакт с собой и хотим что-то. Правильно ли я понимаю, что к этому моменту, когда человек уже решил заняться своим делом, у него идея применения вот этого своего дела уже есть? Или это может быть вообще с нуля? Может быть, конечно, с нуля, но лучше, лучше, чтобы было более безопасно эмоционально, это вспомнить свое детство, опять-таки, переход в наше детство, оно самое любимое, самое классное. Мы всегда, вы знаете, да, что ребенок всегда знает, чем хочет заниматься. Да, и занимается исключительно любимыми делами. Да, 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 то есть если ему что-то не нравится, он это делать не будет. И здесь тоже необходимо вспомнить, погрузиться на момент в свое детство и вспомнить, чем вы занимались, какими игрушками играли, во что играли, может быть, кем хотели стать. И вспомнить определенную, в любом случае, какая это будет сфера. Например, вот мужчина, да, пусть он руководитель сейчас действительно достиг определенного звания у себя в компании социального статуса, он уже успешный, уже много-много лет работает в этом, но внутри есть какая-то потребность, которая не удовлетворена. И она, знаете, она сидит таким, как сказать, и гложет себя, ну вот хочется, хочется. Почему как раз рождается идея, чтобы взять и начать работать на себя, перейти в свой бизнес. И здесь он, откуда эта идея? Скорее всего, например, он хочет заниматься сейчас строительством, построить какой-то свой бизнес по строительству домов, то есть быть полезным в этой сфере, но в компании, в которой он работает, нет такой возможности, чтобы это себя реализовать. Он в детстве как раз-таки играл вот с кубиками, да, вот часто любил что-то строить, мастерить своими руками, и вот эта потребность, она сидит и хочется ее удовлетворить. Так вот, не нужно о ней забывать, а нужно к ней обратиться, вспомнить, потому что есть классная возможность этот потенциал вытащить из себя и вот как раз-таки создать что-то материальное, это свой бизнес, строительство. Тогда и человек будет счастлив, то есть как раз вот пошел этап, новый этап развития его, вот он раскрыл наконец-то себя, вспомнил свою детскую мечту, и сфера также будет найдена. Это один из способов. Есть другие способы, например, не все помнят, кем они хотели встать в детстве, не все помнят, чем они, например, занимались, что любили. Это тоже нормально, и для таких также есть определенный вариант, который можно определить, в какой сфере заниматься. Есть множество сейчас в бизнесе, сфер, ниш, их порядка 200, можно выбрать, посмотреть опять, исходя из своего желания, потребности, что нравится, чем бы хотелось заниматься, и выписать, исходя из своих вот этих желаний. После этого определить сильные стороны, то есть посмотреть, где же мои сильные стороны, где я могу быть полезным, чтобы не изобретать велосипед, где мои таланты и знания, которые я получила ранее, даже на этой работе, я смогу применить здесь, где мой опыт. И опять, соответственно, из вот этого большого количества ниш, сфер, он сужается, может, до десятка, может быть, даже меньше. И вот следует отсюда как раз выбирать, потому что вы в любом случае найдете то, чем вы хотели бы заниматься, при этом у вас есть сильные стороны, навыки, какой-то опыт и возможности, которые можно здесь использовать. Понятно. Я правильно понимаю, что все-таки для того, чтобы вынести потом вот это свое дело, когда человек начинает работать на себя, вынести вот это вот 24 на 7, отсутствие отпусков, полная финансовая, юридическая и фактическая ответственность на тебе, да, ну и на второй чаши весов, ну, условно говоря, удовольствие, которое ты получаешь от этой работы и какое-то материальное вознаграждение. Можно ли сказать, что есть некие качества, которые необходимы все-таки в структуре личности для того, чтобы вот воплотить это в жизнь? Все развивается, даже слабые качества их можно развить, но нужно на первом этапе всегда смотреть на свои сильные качества. И вот все-таки мне хочется сказать, какие есть сильные качества и важные у предпринимателя, которые легче стартовать и работать на себя. Их множество, конечно, но я скажу, самые основные, самые важные, которые необходимо помнить и их взращивать в себе. Первое качество это проактивная позиция. То есть, когда ты активен, когда ты занимаешься тем, что тебе нравится, ты постоянно в поиске, ты постоянно в действиях, ты постоянно в принятии решений, ты постоянно используешь какие-то инструменты новые, тестируешь. То есть, ты такой движевый, рискованный, смелый человек. Второе, это ответственность. То есть, понимаешь, что ответственность, стопроцентная ответственность, даже если у тебя уже есть коллектив, лежит на твоем бизнесе, на твоих плечах. То есть, умение брать на себя ответственность. Умение брать на себя ответственность, да. То есть здесь как раз-таки вот чем предприниматель отличается от наемного сотрудника, это, конечно же, гибкость умышления, то есть умение рисковать. Здесь рисков достаточно будет много, потому что просчитать все невозможно. Да, у тебя есть бизнес-план, у тебя есть определенная стратегия, но она может меняться и должна меняться в зависимости от тех обстоятельств, которые происходят сейчас, особенно сейчас. Поэтому ответственность за эти риски, за принятие своих решений нужно брать. И при этом, знаете, как раз-таки третье качество, которое помогает легче брать, принять ответственность, это позитивное мышление. Почему позитивное мышление? Потому что провалы, скорее всего, будут, промахи будут, и это нормально. Пусть они будут незначительны, какие-то препятствия, сопротивления, это нормально, потому что ты трансформируешься. И важно сейчас вот это вот, не хочу говорить, что это ошибка, хотя многие говорят, что это ошибка. Это не ошибка, а если брать коучинг, это опыт. И правильно с позитивным мышлением как раз смотреть на этот опыт и брать оттуда самое лучшее, то есть делать определенные выводы и понимать, что да, это мне подходит, это мне не подходит. Мы хорошо убираем, благодарим этот опыт и начинаем уже брать какой-то другой инструмент, который уже поможет по-другому посмотреть на эти вещи. Это все? Это еще не все, есть, конечно, еще самодисциплина, потому что здесь важна самодисциплина. Ты себя уже, когда ты работаешь в найме, ты все равно, у тебя есть определенный график, который ты придерживаешься, это рабочий график. Здесь же ты сам себя уже ставишь график и работаешь, смотришь на свои какие-то планы, в соответствии с этим планом, ты ставишь определенный грамотный тайм-менеджмент. И что еще? Умение, конечно, быть лидером вообще по жизни, потому что работая на себя, конечно, ты один, но в будущем каждый, я думаю, хочет расшириться и работать все-таки не 24 на 7, а быть так у руля и, как мы как раз говорили про бизнес, нанимать команду. Поэтому здесь важно уметь быть лидером, чтобы свою команду вдохновлять и вести за собой. Вот это качество тоже очень важно. Интересно, что те качества, которые вы назвали сейчас, да, если они уже есть в человеке, то как будто у меня даже и не возникнет проблемы с тем, чтобы идти в новое дело, потому что они, ну, просто идеально, компактно собраны как раз для людей, двигающихся в своем направлении уверенно, четко и с успехом. А если мы говорим о том, что, например, к вам пришел человек, у которого есть большое желание начать свое дело, но он в себе решимости вот этой самой не видит и, может быть, считает, что у него недостаточно, например, коммуникативных навыков. А ведь, согласитесь, в своем бизнесе нужно уметь разговаривать и с налоговой инспекцией, и с какими-то проверяющими органами, уметь привлекать клиентов, уметь подавать себя, то есть вообще быть универсальным солдатом, что называется, да. Вот, и поэтому вот пришел к вам человек, говорит, вы говорите ему, что для вот этого профиля профессионального человека, который работает на себя, нужно, чтобы вы были решительными, активными. Говорит, ой, я очень хочу этим делом заниматься, но что-то я не чувствую в себе вот этой активности, а мне очень хочется, как мне быть. Вот вы как эту активность, решительность будете с ним вытаскивать из него? Она же есть, понятно, что она есть, раз человек к вам пришел. Вот как ее вытащить? Если человек вообще решил заниматься, работать на себя... Он к вам пришел, первый шаг сделал уже. Да, он уже сделал первый шаг. Это можно говорить о том, что он решительный, он уже хочет. И главное, вот эти качества, конечно, я правильно говорю, что они классные, они очень легко, ну, подстегивают, помогают работать на себя, но главное желание. Вот у человека нет желания даже. Может быть, он имеет эти качества, но он не хочет просто. А человек, который пришел уже, действительно, спросив о том, что я вот хочу, но вот у меня есть какие-то небольшие задачи, которые необходимо, ну, или подтянуть, да? Вот, если можно, потому что у него есть желание, он хочет этим заниматься. И развить можно, просто есть какие-то препятствия, ну, опыт, может быть, неудавшийся. Как часто бывает? Почему, возможно, коммуникация страдает? Что-то в детском саду произошло, кто знает, да? Что-то какой-то опыт был негативный. Он выступал, ему какие-то неприятные вопросы задавали, на которые он не смог ответить, и он получил негативный окрас, да? И после этого он, ну, как бы вот всё, закрылся в себе, да, и думает, что, ну, у него не получится. Вот здесь работать опять над собой. Единственное, знаете, вот с этим, вы правильно говорите, когда у человека такие, то есть есть определённые лидерские качества, конечно, ему будет проще. Но я не хочу сказать, что если у тебя, ну, вот они слабо развиты лидерские качества, ты теперь ничего не начнёшь. Они не в радикальном, как бы, уровне находятся. Они есть, но их надо вытаскивать вот на поверхности себя. Важно понимать, что все лидеры, ну, все, вернее, предприниматели, они же не на одно лицо, они все разные. У каждой своя сильная сторона. И я уверена, что у этого человека, да, не сильная сторона, возможно, быть лидером, но у него есть какая-то другая сильная сторона, возможно, эмпатический, ну, как бы эмпатия, да, эмоциональный интеллект. Это тоже очень важно сейчас, если ты работаешь на себя. Если ты особенно работаешь с людьми и предполагаешь продвигать свой бизнес через услуги, а это же работа с клиентами, конечно, тебе тоже будет. Это твоё сильное качество как раз поможет тебе в этом. Наталья, а вы можете своим личным опытом поделиться? Потому что если я правильно понимаю, вы как раз тот человек, который сейчас работает на себя, и наверняка вы это, ну, пришли к этому не сразу, да, не со студенческой скамьи. Вот как вы проходили этот путь поиска в себе необходимых качеств, возможности их проявлять и, ну, в общем-то, их отшлифовывать? Я думаю, что ваша работа, она отшлифовывает эти качества. Ну, я вам скажу, да, про свой опыт. Я работала вообще 10 лет в найме, то есть у меня, в принципе, сформировалось мышление наёмного сотрудника очень хорошо. И я ничего не знала про то, как работать на себя. И даже больше скажу, что у меня не было предпринимательской такой жилки и не было предпринимательской династии, то есть на кого бы я смотрела в своём роду, например. То есть у меня, в принципе, действительно, все родственники, они достаточно простые люди, работают в найме, и, в принципе, дело в том, что это их устраивает. А мне всегда... То есть у них никаких желаний о том, чтобы начать своё дело и работать на себя, не возникает. Да, всё верно. Вот я поэтому и говорю, что важно желание. И то есть когда я начала делать какие-то шаги, у меня родители действительно смотрели на меня немного с таким шоком. Откуда? Потому что... Вы сейчас немножко поторопились, вы уже про шаги говорите. Вот вы расскажите о том, как у вас это желание появилось, сколько вы с ним носились, как, говорит, как курица с яйцами, да? Сколько вы ждали, пока оно вот вас вбурлить начнёт. Вот это самое вот тимусом здесь. Да, вы правы, я поторопилась. Смотрите, как получилось. Я работала в найме, то есть я не бросала, то есть я захотела, если у меня такая идея появилась, и всё бросила. Нет, я хотела понять, в какой сфере мне работать. Я понимала, что мне нравится работать с людьми. И в принципе... А вы были... Я как раз была HR-ом, то есть я работала с людьми. Я нашла, даже в найме мне это нравилось, коммуницировать, то есть помогать, мотивировать, заниматься адаптацией, то есть как раз я этим занималась. Я понимала, что мне что-то нравится и связано с психологией. То есть я очень... Ещё в 22 года начала как раз-таки вот учащего в институте, начала заниматься психологией для себя чисто. Ну, читала книги, тогда ещё не было это сильно популярно. Я начала познавать себя, слышать свои желания, выстраивать вот этот как раз-таки внутренний стержень, внутренние опоры и перебирать сферы. Как я начала перебирать сферы? Мне тогда, к сожалению, никто не подсказывал, может быть, себе в детство посмотреть или ещё куда-то. Вот. И я начала действительно искать те сферы, которые мне интересны сначала, и пробовать. Я отучилась, вам честно скажу, и на массажистов. Да, я попробовала себя и во флористике. То есть я искала себя, я пробовала. При этом я не бросала найм, потому что я понимала, что у меня есть финансовые обязательства, да. Тем более я приехала вообще из другого города в Казань, и мне нужно было здесь как-то адаптироваться и приспосабливаться. Но я не бросала эту идею, у меня она сильно, вот знаете, вот как бывает же, созревает этот зёрнышко, когда ты посадил эту мысль, оно зреет, зреет, зреет. Но чтобы оно зрело и быстрее, да, чтобы помочь этому, нужно самому пробовать. Поэтому я говорю, обязательно пробуйте. Мне не понравилось. Ну, мне нравилось, конечно, это идея, но я понимала, что я всю жизнь этим заниматься не хочу. И вот так я потом пришла и к коучингу психологии. Чисто с пробу. С детства нашли? Нет, нет. Но в детстве, нет, наверное, всё-таки я была более спокойным ребёнком. Но коммуницировать мне всегда нравилось, общаться мне всегда нравилось. Да, и знаете, здесь же всё-таки психология и коучинг — это про помощь людям, про заботу о людях. Вот это и качество во мне сильное, конечно. Мне нравится действительно людям помогать именно не как спасатель, а именно подталкивать их. Потому что иногда нам всего лишь не хватает какого-то, простите, волшебного пенделя, ну, мягкого, бережного, который нам поможет уже начать реализовывать себя, находить. Ну, вы как будто удочку даёте, а не рыбу, да? Да, да, чтобы человек ни в коем случае не вызывать созависимость, потому что я за здоровые отношения, слава богу, я это тоже понимаю, и прошла. Когда ты работаешь над собой, всё равно тебе легче уже помогать людям работать над собой. Ты видишь те ситуации, которые встречались с тобой. Ну, вот так, получается, я прошла вот этот этап, он был долгий. И, наверное, долгий, причём, знаете, я это делала всё, не хочу сказать, что прям только одна, но искала, я была в поисках одна. То есть обратиться тогда в каком-то наставнику, сейчас хорошо есть такая вот способность, вообще возможность, услуга. Услуга такая есть, да. Наставнику, к ментору, например, да, и это очень здорово, потому что это намного сокращает всё-таки время поиска. А я вот тогда пробуем, ошибками, слезами, действительно силами, каким-то проактивной позицией я искала. Вот, нашла. Понятно. Скажите, а что всё-таки должно быть на первом месте, когда человек решает заняться своим делом? Желание хорошо заработать или желание заниматься тем делом, без которого ты не можешь существовать? Или это сочетается как-то? Ну, сочетается, не знаю. То есть либо деньги, либо заниматься тем, что нравится, да? Вот что важнее? Что важнее? Вот я сейчас скажу, у всех потребности разные. Всех под одну гребёнку, к сожалению, я грести не собираюсь и не буду. Почему? Потому что, если, например, разделить особенно мужскую и женскую часть населения, то всё-таки женская, она больше эмоциональная, и нам важно, чтобы нам это приносило удовольствие. Потому что мы всё-таки, как обычно начинаем, где мы чувствуем себя действительно востребованным, где нам нравится, мы туда и идём. И потом из этого что-то получается. То же самое визажисты, например, сейчас, да? Танцоры. Сейчас есть способность уже дальше развиваться и делать из этого, из-за работы на себя в бизнес. Что касается мужской части населения, всё-таки у нас это мужчины, это добытчики, им хочется видеть финансовый результат. Они заматериальные больше, нежели эмоциональные, поэтому всё-таки я думаю, что у них, скорее всего, потребность больше заработки. Конечно, я не исключаю ни в коем случае ту потребность, что им тоже должно нравиться дело. Потому что человек, который начинает себя работать, он всецело отдаётся процессу, и, скорее всего, это будет действительно очень много времени на первоначальном этапе. И важно, чтобы тебе это нравилось, потому что, когда тебе нравится, ты умеешь себя мотивировать, даже в сложных ситуациях. Умение мотивировать — это когда ты с утра встаёшь с горящими глазами и понимаешь, что «Вау, я хочу это делать, мне нравится это делать». Ты не смотришь на время, ты всецело даёшься процессу. Вот, и, конечно же, финансовый результат не заставит себя ждать в этом случае любого. Понятно. А будет ли корректно сказать, что если человек, вот когда мы с вами говорили о личных качествах, что если человек не будет вот эти себе качества, какое-то слово есть, не будет себе эти качества развивать, подчёркнуто, то шансов добиться успеха вот в своём личном деле у него эти шансы резко понижаются. Так? Если не будет развивать свои качества? Да. Ну, те, которые необходимы для успешного бизнеса, для успешного дела своего. И я скажу так, что ему изменения неизбежны, трансформация неизбежна. Хотела ты или не хотела этого, ты будешь меняться, потому что тебе придётся подстраиваться быть гибким. Потому что если у тебя сформировалось одно мышление наёмного сотрудника, и тут совсем другое мышление, это более гибкое предприниматель, более рискованное, смелое, то тебе придётся меняться. Потому что ты либо будешь конкурентоспособным, либо неконкурентоспособным. И здесь главное, как я говорю, бережно к себе относиться, забота о себе. Если что-то не получается, есть какое-то препятствие, сопротивление, не знаю, даже прокрастинация та же самая, то лучше, конечно, ещё раз поработать над собой и даже самого себя спросить. А что я себя чувствую? Вырабатывать свою осознанность, быть в моменте, понимать, что я сейчас чувствую, почему у меня возникло такое препятствие, где что-то я, может быть, не доделываю. А может быть, мне вообще стоит инструмент поменять. Если я совершаю одни и те же действия и получаю один и тот же результат, логично поменять действие. Тогда результат будет другой. Если человек в силу того, что у него вот такой бэкграунд есть определённый, применял, например, стратегию избегания, и она была для него эффективной, он достигал своих результатов, то в целях достижения успеха в своём деле стратегия избегания, наверное, уже не будет. Но это в качестве примера уже не будет столь успешной. Правильно я понимаю? Нет, конечно же, избегать, ну, сам от себя не убежишь в любом случае. Ты всегда, везде берёшь себя с собой. Поэтому если что-то с тобой происходит, вот, знаете, такая есть классная, когнитивное, наверное, может, даже искажение, это когда что-то происходит, и ситуация повторяется с человеком. То всё-таки, наверное, не в ситуации дело, а всё-таки что-то нам мир и пространство показывает, что зеркалит таким образом, да? Что-то ты делаешь не то, повторяющиеся. Не то, и где-то вот на это нужно обратить внимание. Просто у нас же как вот ограничивое убеждение работает? Не стоит работать с последней ситуацией, её разбирать. Это в корне неверно, потому что есть какой-то корень, вот как гроздь винограда, да? Есть корень, который важно разобрать. Вы имеете в виду, повторяй, последнюю из повторяющих ситуаций. Из повторяющих ситуаций, да-да-да. Поэтому важно взять первую, с которой начался этот виток. А повторяющая нам, наоборот, показывает, что желательно нам на неё посмотреть, потому что она нам что-то тормозит, она мешает нам двигаться вперёд и вот с ней работать. Вот здесь главное, так работают ограничения убеждения. И ещё, мне кажется, я в этом шаге пойти в своё дело, если хочется, нашла ещё один лайфхак интересный, что это в каком-то смысле ещё и инициация. Потому что если мы говорим о том, что любое хождение в ту сторону, где страшно, является для человека точкой роста именно в степени взросления его сущности, правильно, да? То есть мы уже не ребёнок, мы уже в племени на достаточно высоком уровне и можем через вот эту инициацию перейти в какой-то ещё более высокий уровень, хотя бы внутри себя. Но, естественно, общество тоже отреагирует на это, так ведь? Конечно. Конечно. Когда вы меняетесь, меняется всё вокруг вас. И окружение, скорее всего, тоже может поменяться. С учётом того, что в нашем обществе каких-то ритуальных вещей нет уже практически, связанных с инициацией, да, то вот такой приём относительно себя и своей работы, своего будущего вполне может послужить вот такой точкой роста и дать потом результаты. Трансформация — это любой переход, когда мы даже, если брать школу заканчиваем, мы переходим в университет, мы растём, мы проходим какую-то инициацию, это переход для нас. И здесь то же самое, но здесь более глобальный переход. Как раз-таки, знаете, когда ты работаешь на себя, и ты прям растёшь, здесь колоссальный шаг вперёд. И правда, если тебе так наскучило, простите, ну, ты чувствуешь, что ты дорос к какому-то уровню в компании, и понимаешь, что хочешь двигаться... Наскучило — хорошее слово, но чётко отражает то, что в человеке может быть внутри. Ну да. Получается, что ты всё, что мог, здесь взял. И такое ощущение стагнации наступает. Да, да, да. И ты чувствуешь, тебе хочется дальше развить. У тебя внутри потенциал, который никуда тебя не денется, не делся. Он тебе будет кричать, с каждым днём всё больше и больше. Ты либо будешь на него забивать и страдать от этого, думаешь, что-то как-то у меня... Вроде всё хорошо, а не удовлетворяется. Ну, как бы в жизни чувствуешь себя неудовлетворённой. Все вокруг будут говорить, ну, ты, по-моему, простите, жиры бесишься, и поэтому... Да, вот. Ну, хотя всё хорошо, зачем ты куда-то там ещё смотришь? А внутри потребность никто не убирал. То есть её нужно удовлетворить. И вот здесь рост. Да, да. И вот интересно, что вы сказали. Если опять-таки, помните, мы вначале говорили, твоё ли это, хочешь ли ты на самом деле? И здесь обратная ситуация, да? Тормозящее окружение тоже может быть фактором, да? Тоже может быть, да. А потом, ведь отвечать перед собой, это же только твоя ответственность, что ты кого-то послушал и не пошёл туда, куда хотел. Это же говорят, что лучше сделать и там разочароваться, чем ничего не делать, а потом жалеть. И вот ещё хорошо вы сказали вначале, что вот эта возможность заниматься своим делом или своим бизнесом, она вообще не говорит о том, что она поголовно всем нужна, да? И это нормально. Кому-то это не нужно, кому-то кто-то подумает, скажет, нет, всё-таки мне вот это вот тёплое, комфортное место дороже, и я не буду им рисковать ради каких-то там непонятных журавлей в небе, да? Вот какие иллюзии есть всё-таки у людей, которые пытаются пойти в это место? Вот то, что они могут не видеть, не замечать, не обращать внимания, вот иллюзии именно. Но при этом что-то для этого делают. Не только мечтают, да? Понятно. Да-да-да. И волшебных таблеток, к сожалению, не бывает. Если я сейчас пойду, например, опять коучу к психологу-специалисту, он для меня за меня всё решит построить систему, и я всё, ничего делать не буду. Это в корне неверно. Всё, всё равно. Он тебе даст удочку, ты научишься этому. Что-то подсветит, что-то подскажет, да, тебе, может быть, если ты долгосрочно будешь работать, то меняется твоё мышление. Но работать тебе придётся самому. И непросто, скорее всего, будет, потому что... Ну, всех по-разному. Не хочу никого программировать на какой-то негативный результат, потому что у кого-то действительно быстро выстреливает, у кого-то меньше. И быстро, знаете, почему-то так происходит, когда человек меньше боится, меньше думает о том, что, а вот мне не получится, а вот меньше себя, как сказать, демотивирует. У него быстрее это получается. И, кстати, меньше опыта. Заметили, что сейчас молодое поколение, вот лет 20, они очень быстро стартуют, и вот эти обороты, они быстро растут. То есть они прям сразу получают хорошие деньги. Интересно, я читала об этом, да, это новая характеристика нового поколения, вот такое отсутствие страха за вот этот шаг. Они как будто более свободны и более себе доверяют. Это вот, ну, да, как прям психологическая характеристика другого поколения. И здесь получается, что мы говорим о том, что, в принципе, безболезненно совсем, можно иметь в виду не с точки зрения, конечно, физической боли, а с точки зрения напряжения, да, своих духовных сил. Не получится, всё равно какое-то напряжение будет происходить. И это нормально. Главное, этого не бояться. Правильно я вас понимаю? Конечно. Легко сказать, правда, не бояться? Ну, да. Ну, как, условно говоря, конечно. Да, да, да. Пробовать, пробовать. Конечно, страх будет. Но, опять-таки, не бояться этого страха тогда, получается. Доверять себе, что да. Страх, раз я чувствую, как в любое психологическое, внутреннем вот этом конфликте, если есть страх, надо, да, вы правильно сказали, нужно до него докопаться и понять, где он, от чего он меня пытается защитить. Что там за ним? Какой опасность, от какой опасности он меня хочет отвести, да, отвернуть? И, может быть, эта опасность уже давным-давно стала иллюзорной. То есть, когда-то это было стратегически важно, но по привычке мы продолжаем это бояться, а никакой опасности уже нет. И, да, в этом, конечно, коуч-бизнес, естественно, поможет, или тренер-психолог, да. Хорошо. И можно тоже добавлю как раз по поводу страхов. Как можно, например, если у вас есть страх, пусть сейчас уже нет времени, например, на него, как бы с ним работать, сейчас нужно, предположим, выступить на конференции. Да, уже пора, да. Пора уже выступить на конференции, и человек боится, и боится, понимает, что как бы его может сейчас он всё завалить, и всё. Здесь есть классное тоже упражнение, может быть, действительно нашим телезрителям это поможет, кто сейчас как раз-таки себя боится, может быть, испытывает страх. У нас почему мозг боится? Потому что он не знает, что за этим будет, за зоной комфорта. Возможно, с ним что-то произойдёт, которое опасно его жизни. Такой, вы знаете, наверное, у нас есть рептильный мозг, который отвечает как раз-таки за безопасность, за нашу жизнедеятельность, чтобы с нами все было в порядке. И вот когда он не знает, для него это новый опыт, конечно, он будет бояться. А вдруг с моим хозяином, извините, что-то произойдёт. Если с моим хозяином что-то произойдёт. И тогда здесь нужно сделать такое упражнение, написать. Прямо самый ужасный, именно писать, потому что мы включаем нейронные связи нашего мышления, что самое ужасное может с тобой произойти именно сейчас. Я провалюсь сквозь пол физически, подо мной провалится пол, я улечу на глаз. Закидают помидорами. Меня закидают помидорами. Что ещё может быть? Меня оштрафуют за то, что я неправильно произносил те или иные слова, или за то, что я выступал дольше, чем мне это требовалось, или там было положено. Например. Меня арестует полиция. Да, да. То есть самое-самое ужасное, что может произойти, не знаю, упасть что-то на вас, да, во время сцены, не дай бог. И в этот момент мы проживаем эмоционально эту ситуацию и даём своему подсознанию, что сигнал, что с нами всё в порядке. Посмотри, мы живы, потрогайте себя, да, в этот момент. С нами всё в порядке и хорошо. Вот как раз-таки мы таким образом минимизируем и снижаем наш страх. И уже легче выступать с этими, так сказать, проработкой, с этой бумагой, ты посмотрел, ну, действительно, всё хорошо, и выступать уже на сцене. Поэтому пользуйтесь этим упражнением, он действительно помогает, я часто его использую, и он работает. Хорошо. Ваше заключительное слово как бизнес-тренера своей потенциально большой аудитории. Что я хочу пожелать? Спасибо, что сегодня были с нами. И в первую очередь, конечно, пробуйте, если у вас есть сильное желание начать работать на себя, не буду говорить, не бойтесь, начинайте делать маленькие шаги. И когда делаете эти шаги, хвалитесь себя за это. Помните, что всё, что вы наработали ранее, это тот бесценный опыт, который вам, вы должны перенести его с собой. Он никуда не денется. Если у вас есть 10-летний, 15-летний опыт руководящей должности, другой какой-то, вообще любой специальности, не теряйте его, он вам обязательно пригодится в том, в чём вы занимаетесь. именно сейчас. Ну да, будет преобразовываться в нечто другое. Да, да, хорошо. Сегодня мы узнали, какие нужно делать шаги, к чему прислушаться, для того, чтобы попытаться или начать, без попыток уже начать своего дела, сколько можно попытаться, отхотеть, думать, ходить кругами и так далее. теперь понятно, с чего нужно начать. Маленькие шаги доверия себе, взращивания в себе и вытаскивания себя тех важных качеств, которые у нас и так есть. И спасибо вам огромное за эту замечательную беседу. Всего вам хорошего. Спасибо. Дорогие зрители, как всегда, берегите себя и будьте с нами. С вами была передача «Фокус на человека». В студии работала Наталья Жула. До свидания.